Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско Консалтинг и Аудитс. Порядок получения российского вида на жительство регулируется федеральным законом 115 ФЗ от 25 июля 2002 года, а также административным регламентом, утвержденным приказом МВД России от 11 июня 2020 года за номером 417. Что дает иностранцу российский вид на жительство? В каких случаях требуется его замена? Какие документы нужно собрать при этом иностранцу? По каким причинам могут отказать выдачей бессрочного ВНЖ? Давайте разберемся в этих вопросах в нашем видео. Зачем нужен ВНЖ? ВНЖ представляет собой документ, дающий право иностранцу длительное время проживать в России и официально работать в нашей стране. Имение ВНЖ иностранец может свободно пересекать границу Российской Федерации без оформления дополнительных разрешений. Также иностранец может получать бесплатную медицинскую помощь, пенсию и образование. Как правило, ВНЖ является необходимым этапом для получения российского гражданства. Как можно получить ВНЖ? Иностранец может получить ВНЖ в общем или в упрощенном порядке. По общему правилу, иностранный гражданин обязан прожить в России не менее года на основании РВП. Для некоторых же категорий иностранцев сделано исключение. Они могут оформить вид на жительство, не имея РВП. Например, ВКС и члены их семей, участники программы по добровольному переселению соотечественников, подробнее о которой вы можете узнать в этом видео. Также граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины и в целом носители русского языка. Иностранцам выдается бессрочный ВНЖ, за исключением отдельной категории. В некоторых ситуациях возникает необходимость замены ранее выданного вида на жительство на новый. Почему возникла необходимость замены ВНЖ? Замена ВНЖ связана с изменениями правил продления. Если до 1 ноября 2019 года вид на жительство по общим правилам выдавался только на 5 лет, и впоследствии его нужно было продлевать, то после указанной даты вид на жительство стали выдавать бессрока. При продлении ВНЖ иностранцу нужно было помимо сбора документов оплачивать еще и госпошлину. Поскольку с 1 ноября 2019 года ВНЖ выдается бессрочно, то последние виды на жительство со сроком действия выдавались в конце октября 2019 года. Это значит, что срок их действия истекает в октябре 2024 года, а после этой даты иностранцы, за некоторым исключением, должны обменять старый ВНЖ на новый бессрочный. Иностранцы могут и не дожидаться окончания срока действия своего ВНЖ и заменить его на бессрочный. Важно знать, что по-прежнему отдельным категориям иностранных граждан выдается только срочный вид на жительство. Так ВКС и членам их семьи вид на жительство оформляется на срок действия разрешения на работу, как правило, на 3 года. В том случае, если трудовой договор с ВКС будет растогнут досрочно, то у иностранца и членов его семьи есть 30 рабочих дней, найти новую работу и заключить новый трудовой договор. В противном случае ВКС и члены его семьи обязаны покинуть Россию в течение 30 календарных дней с даты и окончания первых 30 рабочих дней, выданных на поиск работы. По истечении этого срока выданный вид на жительство ВКС и членам его семьи считается недействительным. Лицам без гражданства также выдается срочный ВНЖ на срок 10 лет, а для IT-специалиста и членов его семьи вид на жительство выдается на срок действия договора с работодателем из реестра Минцифр. Заменой ВНЖ занимаются территориальные органы МВД России на региональном уровне. Какие документы нужны для замены на бессрочный ВНЖ? Для получения бессрочного вида на жительство иностранец подает в территориальное подразделение МВД следующие документы. Заявление. Документ, удостоверяющий личность иностранца. Документ должен иметь нотариальный перевод на русский язык всех страниц. Также 4 личные фотографии размером 35 на 45 мм в черно-белом или цветном исполнении. Лица без гражданства предоставляют две фотографии. Фотографии должны соответствовать определенным требованиям. Не забудьте про квитанцию об оплате госпошлины за выдачу ВНЖ. 5 тысяч рублей. Документ необязателен и может предоставляться во собственной инициативе. А также документы, подтверждающие владение иностранцам, русским языком и знаниями истории России. Узнать о готовности бессрочного вида на жительство можно на официальном сайте МВД. Для этого иностранец должен заполнить поля в поисковой форме – регион, дата рождения и номер паспорта. Если срок получения уже истек, а на сайте нет никакой информации, то иностранцу нужно обратиться в подразделение с официальным запросом. А вы знали об этом? Если нет, тогда скорее подписывайтесь на наш канал, чтобы получать важную и полезную информацию каждый день. В каких случаях нужна замена ВНЖ? В ряде случаев бессрочный ВНЖ подлежит замене. Срок замены вида на жительство составляет 7 рабочих дней. Подробнее об этом расскажет юрис компания «Роско» Дарья Потапкина. Так, ВНЖ подлежит замене по возрасту в 14, 20 и 45 лет. Иностранец должен написать заявление о замене документа в течение месяца со дня достижения определенного возраста, обнаружения ошибки либо порчи ВНЖ. Также ВНЖ подлежит замене при изменении гражданства, при физическом износе, если документ пришел в негодность, при обнаружении ошибок в документе, при смене ФИО, при изменении сведения о дате или месте рождения, например, иностранец сменил паспортные данные, тогда он должен подать заявление в течение 10 дней с момента получения паспорта с новыми измененными данными. Если ВНЖ подлежит замене при утрате или краже, бывает так, что иностранец, теряя документ, либо у него могут украсть его, в этом случае он должен обратиться в ближайший отдел полиции, далее написать заявление, и уже сотрудник полиции выдаст талон уведомления. Для получения дубликата вида на жительство при его потере или краже, иностранцу нужно обратиться в подразделение МВД по вопросам миграции в течение трех календарных дней после пропажи или кражи. Для получения дубликата нужно предоставить такой же пакет документов, как и при замене, и заплатить госпошлину в размере 5000 рублей. С 1 июля этого года размер госпошлины составит 6000. На практике может возникнуть ситуация, когда вместе с ВНЖ у иностранца украден и паспорт, когда сотрудниками МВД проводится дополнительно процедура установления его личности. По каким причинам иностранцу могут отказать в выдаче бессрочного ВНЖ? Чаще всего причинами, по которым иностранцу могут отказать в бессрочном ВНЖ, являются указание недостоверной информации, предоставление поддельных документов, например, паспорта, отсутствие сертификата о прохождении медицинской комиссии, наличие судимости. Если вы хотите избавиться от сложности и утомительной подготовки документов, вы можете доверить эту задачу профессионалам из РОСК. Наша команда готова сделать процесс подготовки всей информации легким и структурированным. Для получения помощи позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Ловите промоколд YouTube Rosco, по которому вы получите скидку на наши услуги 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. Что делать после получения ВНЖ? Иностранец обязан подавать ежегодные уведомления в территориальное подразделение МВД. Это подтверждение проживания по российскому виду нажительства. Делать это нужно в течение двух месяцев после истечения очередного года со дня получения вида нажительства. Например, ВНЖ выдан 20 мая 2024 года. Значит, ежегодно до 20 июля иностранец должен уведомлять МВД. При наличии уважительных причин, например, болезни иностранца, срок может быть продлен до 6 месяцев. Подведу итоги. Итак, благодаря ВНЖ иностранец может длительное время проживать в России и пользоваться большей частью привилегий наравне с россиянами. Для получения вида нажительства впервые в общем порядке требуется РВП. Иностранные граждане, которые оформили вид на жительство до 1 ноября 2019 года, могут заменить его на бессрочный. Бессрочный ВНЖ в определенных ситуациях подлежит замене. Ежегодно нужно подавать уведомления о проживании в нашей стране в МВД. На этом все. Если же вы хотите лучше разбираться в миграционном законодательстве, тогда наш плейлист – это ваш надежный партнер. Там вы найдете множество видео, посвященных правовой базе и нюансам миграционных процедур. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите в комментариях. Юристы нашей компании бесплатно ответят на них. Ну и конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе. Будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...